Ну и понятно, в Мексике мы все любим футбол, поэтому нам нужен мяч И, конечно, пушка, потому что это все-таки Мексика, куда же без пушки Кстати, huevo это значит яйцо Я не знаю, может опять она хочет играть словами и может кто-то более пошло иметь в виду Да, это супер мексиканское выражение que onda А обычно в Испании говорят que tal Hola amigos, добро пожаловать на канал KikeMexicanets И сегодня очень интересное видео Наверное, вы знаете певицу Настю Акамински И она подвешала видео Мексику, поскольку понимаю И, конечно, она молодец, потому что выбирала очень вызывающее название для песни Для тех, которые не говорят по-испански, хотя на испанском языке это произносится как Но, к сожалению, я не полностью согласен то, что она написала в Инстаграме А huevo в переводе с мексиканского слега означает круто И это будет реальный взрыв А по сути, когда мы говорим а huevo на испанском, да, это уличный, это такой жаргон И это значит типа как конечно да, то есть согласие Это не первый раз, что она поет на испанском У нее есть еще видео элефанты, интересно, там больше 100 миллионов И там очень много игр в словно испанском, так что она знает, как шутить с юмором Я еще не посмотрел это видео, хочу это делать с вами И я думаю, что я могу прокомментировать, сказать очень интересные факты о этом видео Поэтому давайте посмотрим вместе Готовы? Первое, что мы видим, это лучадор Ну, это такой интересный спорт в Мексике Где они сыграют, они с маской, потому что, по идее, личность это секрет И самое хуже, что вы можете делать, это человек, это убрать маски Они очень популярны в Мексике О, кстати, там есть парень, который носит сборные в Мексике Давайте я тоже поменяю футболку, чтобы выйти в одном теме Ну и все, у меня появился тоже такой наряд Продолжаем Вы знаете, обычно в Мексике... Да, у нас есть сомбреро, но это шляп из такие белые шарики Это, скорее всего, более испанское Я вам покажу, какое есть в Испании Так что здесь не совсем в Мексике Да, текила, это важно Я его очень хочу Что? Давайте еще раз, потому что ничего не понял Я не знаю, если это английский, русский, испанский Я вообще ничего не понял А мне кажется, это украинский По сути, с субтитрами вещь, что она поет 8-9-0, но вообще я на слух ничего не принимал Ну, в Мексике мы очень католики И это очень обычно, что внутри дома может быть какой-то большой место икона Такие статуэтки с Евой Марией Хотя у нас в Мексике это Бирхен де Гуалалюпе Но здесь нужно быть очень осторожно Потому что верующие могут очень сильно видеться, если употреблять Но здесь не круто То, что она говорит, что это круто по-испански Если вы хотите сказать круто именно по-мексикански Это чидо В Испании говорят гуай А в Мексике чидо Чачалака Это такая птица, которая поет И чачалака это человек, который очень много говорит То есть болтун Да, это супер-мексиканское выражение кеонда А обычно в Испании говорят кеталь Ну и да, кеонда это типа what's up То есть очень неформально спросить, как у тебя дела Я не знаю, может опять она хочет играть словами И может что-то более поздно иметь в виду Да, ну, наверное, с таким движением все четко Это машина, в которой нет крыши Гуадалахара это столица штат Халиско Где Халиско появился текила Поэтому в Мексике очень известно, что самый лучший текилы Это как раз из Халиско И там тоже в этом Халиско есть очень много хороших пляжей Как Пуэрто Валярта Молодец, Настя О, toda la noche sin pegar ojo Сокрывать глаза То есть это значит не спать Да, sin pegar el ojo Такая интересная образная форма сказать Не спать Окей, у нас, конечно, чтобы Наши любимые стереотипы Маракас Да, мы все с детства имеем их Нормально Поиграй диджей Я схожу с ума Ну и понятно В Мексике мы все любим футбол Поэтому нам нужен мяч И, конечно, пушка Потому что это все-таки Мексика Куда же без пушки Вы знаете, эти наряды Я думаю, это испанцы Какое-то здесь больше как Нет, это я бы сказал Что это вообще не связано с Мексикой Красиво очень, но Окей, я здесь вижу, что есть такая как площадка Где вот эта лучи ливра играет Вот этот маленький квадратик Но обычно Или хотя это пинята Пинята это такая штука Которую мы взвешиваем Потом с палкой Бьем Разобьем, чтобы было конфеты Но я не думаю, что это такое бьем Хотя есть плюс 16 А, ТДС Это как я хочу тебя Ауэво, ауэво Это должно быть как Конечно, конечно Конечно, хочу тебя Кстати, если кликнуть Чтобы было субтитры на русском Ничего не показывает Но здесь точно Ауэво, ауэво Это значит Конечно, конечно Без сомнений А, кстати Багноты молодец Это да На первый взгляд Это Мексиканские деньги Но мне кажется Они много переделаны Чтобы не было проблемы Но я могу узнать Эти места И этот человек Ауэво, ауэво, ауэво Вот пинята То, что я думал, что раньше будет Сейчас вы увидите Это очень классно Хотя это первый раз Что я вижу пинятов череп Обычно они в форме звезды Такие Или Другие Но череп Почему и нет Красивые, кстати Молодец И вместо Звездный пыл Должна быть Конфеты Для детей Кстати, я могу сказать Что она очень хорошо Произносит Буква Эрроху Дескапутавли Колоророху Да Прям наслаждаюсь Очень хороший акцент Очень хороший Мне кажется Когда она поет счислительно Она как-то специально Не открывает рост Чтобы было такой смешанной А когда нужно чисто петь Она очень чисто делает Так что она большой молодец Вы знаете Эта цена Вообще Нечего общего с Мексикой Я думаю Здесь очень Такой Фламенко Как-то Испания Сорру Может Ее представление Мексика Испания так что-то перемешано, но всё-таки это очень разные культуры. Да, есть очень много общего. Но нет, это всё-таки мы отличаемся. Мне кажется, сейчас это больше как Советский Союз с соломом, только сербам молод не хватает. Да, кстати, мы уважаем играть в карте. Hello, my name is Awevo. Да, Awevo. Кстати, Awevo это значит яйцо. Вы знаете, её наряд мне очень напоминает как Torero. Немножко. Но Torero, помните, что это из Курида, а это из Испании. Поэтому сейчас больше чем мексиканский, очень испанское. Но интересно, потому что все слова, которые она употребляет в этой песне, она старается, чтобы было именно из Мексики. То есть здесь без сомнения, аудио идёт о Мексике. О, Финн! Очень круто взяли, молодцы вообще. Да, и Финн. Конец. Молодец, Настя! Ну и хочу поделиться с вами мои выводы. Она молодец, да, круто поёт, круто поёт, но я не скажу Awevo поёт, потому что это не круто. Чидо, Канта-Чидо. Это круто поёт. Хорошо ли показывает Мексика в этом видео? Она очень хорошая лексика, мексиканская употребляет. Так что они в точке зрения текст песен, молодец! Она выбрала очень мексиканские слова. Круто! По поводу видео, мне кажется, там есть какой-то перемеш, Испания, Мексика, Испания, и я думаю, не всегда. Есть очень крутые детали, как пинята, мне очень нравится пинята. Лучадор, который с маском, это тоже круто, молодец! Это тоже очень особо на Мексике. Есть какие-то ягуары. До этого у меня была футболка с ягуаром. Что касается шляпы, мне кажется, это больше испанские версии. Сейчас я вам покажу. Конечно, в Мексике у нас есть очень много видов сомбреров. Это не говорю, что это единственный, но это как, если она хотела более такой аккуратно передать Мексике, это точно был самый лучший вариант. Да, так что, то, что касается наряды, это да, какая-то смесь Испании. Круто, что они взяли как можно ближе футболка сборной Мексики. Супер! Но в какие-то моменты мне показалось, что я вижу частый мюзикл Зоро. Эль Зоро. В общем, нарадовало, что я услышал Кеонда, Агуэво, Гуадалахара. Да, действительно, это хорошая работа. Она поет потрясающе. Голос невероятный. Очень чисто, когда нужно. Очень понятно все, что она поет на испанском. Ощущение, что она глотала предлоги. Может быть, это чтобы было ритм? Может быть, это специально? Ничего страшного. Ну, и надеюсь, что вам понравилось это видео. Это, конечно, мой взгляд, как мексиканец. Я очень рад, что она старается. Есть очень много работы здесь. Так что спасибо, что ты нас посвящала вот это видео. Мне очень-очень приятно, очень круто. Так что желаю больших успехов и надеюсь, что эта песня останется очень популярной. Если вы еще не подписывались на мой канал, сделайте сейчас. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Адьёс, amigos! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok